Тема моей лекции это клиника морфологические особенности популярного рака щитовидной железы. Конечно, это будут материалы, достаточно уже имеющие определенный срок, и собственные материалы, и анализ данных литературы. И они будут несколько сделаны в таком преломлении классификации Всемирной организации здравоохранения, которая, как вы знаете, вышла в 2017 году и оказала некоторые влияния на наши взгляды на злокачественный потенциал новообразования, к которым, в общем-то, относится и папиллярный рак щитовидной железы. Итак, папиллярный рак в соответствии с новой классификацией 2017 года, он представлен таким-таким большим многообразием вариантов. И надо сказать, что если по каждому из этих вариантов так вот останавливаться, то, наверное, каждая из этих позиций, она ведь очень-очень гетерогенная. Но если говорить о том, что, например, фолликулярный вариант папиллярного рака, который здесь вторым, ну так как в классификации представлен, так и здесь, то он ведь тоже обладает очень большим многообразием. Ну вот, например, в 2009 году, достаточно давно, вышла такая статья Вирджинии Леволс из Баллах, в которой выделили 6 возможных подтипов фолликулярного варианта папиллярного рака. Понятно, что некоторые из них, ну вот, например, вот этот вот вариант, который инкапсулированный с диффузным изменением ядер, характерных для опухоли папиллярного типа, и вот с фокальными изменениями ядер, характерных для опухоли папиллярного типа, инкапсулированный без инвазивного роста, по новой классификации вообще их положено бы отнести к такой категории, как неинвазивная фолликулярная опухоль с ядрами папиллярного типа. До выхода в свет новой классификации, конечно, такие же опухоли или такого вида папиллярный карцином были отнесены к категории злокачественных. Папиллярный рак – это самая распространенная гистологическая форма злокачественных новообразований щитовидной железы, и вот эта вот цифра 65-93% – это взято из последнего издания международной гистологической классификации, которая, по всей видимости, цифра должна быть несколько уменьшена в соответствии с тем, что некоторые из вариантов, которые раньше мы считали фолликулярным вариантом папиллярного рака, теперь должны оказаться в категории фолликулярных опухолей, неинвазивной фолликулярной опухоли с ядрами папиллярного типа, так называемой нефтепи. На собственном опыте, который немногим менее двух лет, я считаю, от 2017 года, я посчитал, сколько вообще прошло новообразований, начиная от аденом и кончая теми новыми категориями неопределенного злокачественного потенциала, и оказалось, что процент не столь велик. У нас были опасения, что вот в эту категорию неопределенного злокачественного потенциала мы начнем относить новообразование, все, которые недоисследованы, не очень понятны в своем дальнейшем поведении, не очень понятны для тактики ведения клиницистами этой категории пациентов. Оказалось, что это не так много, это 3,08% от всех фолликулярных новообразований, куда включаются и аденомы, и фолликулярные раки, и папиллярные карциномы, ну и сама категория неопределенного злокачественного потенциала. Это действительно не так много, и при общении с клиницистами-хирургами оказывается, что на самом деле вот этот процент, хотя он определенный процент есть, он не доставляет каких-то неудобств для клинициста в плане ведения этих пациентов. Ну вот в табличке может не очень хорошо видно, потому что свет несколько дает, так сказать, засветление вот этих вот форм, которые выделены красным цветом. Это вот те категории, которые, ну, появились новые, и к ним относятся вот неинвазивная фолликулярная опухоль с ядрами папиллярного типа, и вот этот вот инвазивный, инкапсулированный фолликулярный вариант папиллярного рака. Возникает вопрос, так вообще остается, в соответствии с новой классификацией, какая-то категория папиллярных карцином, которая может не обладать признаками инвазивного роста? Да, остается. Это так называемый инвазивный, инкапсулированный папиллярный рак. То есть он может иметь и фолликулярные участки строения, но он должен иметь сосочковых структур более 1%. Также для вот этой формы, наверное, актуально и заявление, что для неинвазивной фолликулярной опухоли с ядрами папиллярного типа не должно быть более 30% участков солидного, инсулярного или трабикулярного строения. То есть есть ограничения, которые позволяют, ну, в общем-то, какие-то... Есть свобода для выбора вот этих вот категорий папиллярной карциномы при выделении вот этой новой категории неинвазивной фолликулярной опухоли с ядрами папиллярного типа. И переходя ближе к теме нашего сегодняшнего рассуждения о том, так какие из этих вот гистологических типов папиллярной карциномы обладают, ну, менее благоприятным прогнозом или, как говорят клиницисты, чаще обладают агрессивным типом роста. Ведь мы знаем, что подавляющее большинство этих опухолей, они достаточно прогностически благоприятны, и при своевременном лечении они, ну, позволяют получать хорошие достаточно результаты лечения. Анализ литературы, вот, который выполнен в последние годы, он показывает, что вот этот вот показатель до 10% рецидивировавших папиллярных карцином, он даже несколько выше. Вот разброс от 8 до 30, он получен по данным тех публикаций, которые пронаблюдали отдаленные результаты на протяжении до 30 лет после выполнения радикального лечения по поводу папиллярного рака. То есть цифра не такая уж и маленькая. То есть получается, что если наблюдать за пациентами после лечения в течение 30 лет, то можно вообще у каждого третьего обнаружить возможность возникновения рецидивов и метастазов. Но вот то, что мы сделали и проанализировав данные литературы, которые встречаются по поводу так называемых агрессивных клинических, агрессивных вариантов папиллярного рака, то вот мы выделили такие категории, как высококлеточный, и он нашел отражение в новой классификации, столбчатоклеточный, диффузный склерозирующий. И так новая форма, недавно описанная, микропапиллярный или же иначе папиллярный рак с ядрами, напоминающими сапожные гвозди или hop nail features. Вот эти вот варианты, они обладают менее благоприятным прогнозом и были проанализированы с использованием обычных гистологических методов исследования. Ну, типичные картины высококлеточного, где в 2-3 раза высота клетки обладает над их шириной. И столбчатоклеточный, который обладает определенной стратификацией расположения клеток, обладает вакуализацией цитоплазмы, порой напоминает либо эндометрию поздней фазе стадии секреции, либо, так сказать, адренокарциномы кишечного типа. Ну, вот hop nail вариант или микропапиллярный, который действительно строит какие-то подобия микропапиллярных структур и обладает вот такими смещенными ядрами, которые напоминают шляпку сапожных гвоздей. Ну, и диффузный склерозирующий вариант, который известен достаточно давно, но он всегда был ассоциирован с достаточно молодым возрастом, с распространенной стадией на момент презентации. И когда мы проанализировали вот эти данные литературы, то для меня несколько было неожиданно, что, например, вот средний возраст для диффузно-склерозирующего варианта по данным литературы 41 с небольшим, а на самом деле в руководствах всегда было написано, что диффузно-склерозирующий вариант встречается наичаще во втором-третьем десятилетии жизни. Ну, вот если мы посмотрим по таким параметрам, как экстратериоидный рост, то вот красным выделены значения, которые, ну, несколько выбиваются по сравнению с классическим вариантом и другими. Вот метастазы в лимфатических узлах, которые, в принципе, ну, не всегда коррелируют с неблагоприятным прогнозом, они получаются, что частота выше, опять же, вот этих клинически агрессивных вариантов хоп-нейл либо диффузно-склерозирующем варианте. Ну и, наконец, вот нас интересует проблема рецидивирования. Наичаще показатели рецидивов местных и либо отдаленных метастазов зарегистрированы, опять же, в высококлеточном, столбчатоклеточном, микрофолликулярном и диффузно-склерозирующем варианте. То есть, действительно, вот эти вот четыре варианта, они, наверное, и заслуживают дальнейшего развития в плане определения, так что же, сам гистологический тип, либо клеточный состав, ведь везде в этих вариантах мы видим столбчато, высоко, типа сапожных гвоздей клетки и так далее. То есть, может быть, клеточный состав определяет вот это вот неблагоприятное развитие событий после того, как человек будет прооперирован по поводу злокачественного образования щитовидной железы. Ну и вторым аспектом будет вообще сопоставление, а как коррелирует гистологический тип вариант и частота мутации, и как частота мутации может или не может оказывать влияние на прогноз заболевания. Понятно, что классический вариант и те варианты, которые обладают классическим сосочковым типом роста, они чаще обладают наличием мутантных бераф. Это замечено, но как коррелирует вот наличие, предположим, бераф в таких менее благоприятных гистологических вариантов, это вопрос. В Обнинском медицинском радиологическом научном центре уже достаточно давно проведено такое исследование, когда выбрали из базы данных пациентов, которые имели отдаленные результаты и обнаружили, что при определенных сроках наблюдения рецидив был обнаружен, возникновение опухоли местной, локальной, либо метастазов в 9,6% случаев. Получить на все эти 64 случая, которые рецидивировали материал, было проблематично, но в 17 случаях они были повторно прооперированы. Они были прооперированы после удаления метастатических опухолей, после проведенной, после первой операции тиреоидоктомии радиоидотерапии. То есть попытаться вообще оценить, а есть какие-то признаки вот этой радиоидотерапии в плане терапевтического прогноза или нет. Ну вот что и было сделано. По рецидивирующим мы приняли считать те папиллярные карциному, которые демонстрировали либо местный рост, либо метастазы не ранее, чем через 6 месяцев после первичного лечения. Исследовали парафиновые блоки, гистологические препараты, первичных рецидивных опухолей. И вот здесь представлено сравнение. Надо сказать, что не по параметру возраста пола клинической стадии, которая была оценена по Дегрут. Если позволите напомнить, первая стадия это опухоль, ограниченная тканью щитовидной железы. Вторая стадия наличия региональных метастазов. Третья это выход за пределы тканей щитовидной железы, то есть так называемый экстратиреоидный рост. Ну и четвертая стадия это наличие отдаленных метастазов. Так вот по этим параметрам не обнаружено изменений, за исключением одного, что суммарная активность радиоактивного йода, которая была использована для лечения вот этих двух, была значима выше в группе, которая обладала рецидивирующим течением. Ну и в качестве некоторой разрядки сравнения. Классического сосочкового строения, сосочковой структуры с фибровоскулярной основой, с характерным изменением ядер опухолевых клеток, типичных для папиллярного рака. Сисолиднофолликулярный вариант, который, как известно, тоже достаточно чаще встречается в молодом возрасте, достаточно агрессивнее себя проявляет, нежели классический папиллярный рак. Ну и как я ожидал, что при сравнении этих групп, наверное, солиднофолликулярный все-таки будет оказывать значимую долю тех, которые рецидивировали. Ну это вот другие высокие клетки, и оксифильные клетки. Что же оказалось на самом деле? Так вот из тех, которые рецидивировали, они имели классическое сосочковое строение. Они не были солиднофолликулярного типа, которые, ну как мне ожидалось, обладают более, так сказать, выраженным инвазивным ростом на момент презентации. Чаще бывают метастазы в лимфатических узлах, а вот рецидивировали все-таки чаще классического сосочкового строения. И клеточный состав оказывал влияние. Как вот уже вначале было сказано, что все-таки вот из этих четырех наиболее клинически агрессивных вариантов, везде, как правило, в трех из этих четырех учитывается, так сказать, клеточный состав. Высококлеточный, столбчатоклеточный, либо оксифильноклеточный. И вот здесь то же самое получилось, что те опухоли, которые обладали хотя бы очаговые проявления вот этого вот клеточного состава в виде высоких, столбчатых, светлых, либо оксифильных, они попали в группу рецидивировавших опухолей чаще. Опять же возникает вопрос. Вот новая классификация, которая говорит, что надо выделять вот эти вот варианты при наличии 30-процентного порога и выше, то при очаговом составе клеточном мы учитывали в основном 10-процентный и выше. То есть, наверное, вот этот все-таки пороговый уровень в 30%, он не совсем отражает вот эти вот свойства опухоли рецидивировать после тотального удаления щитовидной железы и ради ее терапии. Над этому, в общем-то, еще предстоит поработать. Ну вот по наличию фиброза строма, который тоже учитывали достаточно выраженные, либо умеренные фибротические изменения, тоже статистически значимых результатов не получит, но тем не менее тенденция тоже есть. Фиброз был более выраженным в группе рецидивировавших опухолей. Ну и по стадии, которые определяли с помощью вот категории, которая была предложена Акслин или Волси, ну тоже значимых различий не получена. Когда мы сравнили из рецидивировавших опухолей, вот первичная опухоль и та, которая была удалена после того, как произошел этот рецидив, тоже определенных различий между первичной и метастатической либо рецидивной опухоли мы не получили, хотя какие-то тоже были вот такие статистически не совсем значимые изменения в наличии, так сказать, и опухолевых. Вот в рецидивных опухоли из высоких столбчатых, светлых, либо оксифильных клеток этот процент был несколько выше, хотя они являются статистически значимыми. Ну и с фиброзом тоже вы видите, что статистически значимых различий не получат, но тем не менее наличие фиброза было более чаще в группе рецидивных опухолей, в отличие от первичных. Другая достаточно старая работа 2004 года, это вот когда на заре только начало изучения БИРАФ мутаций исследовали в основном с помощью молекулярно-генетических технологий, это как правило амплификация участка с наличием мутации и дальнейшее секвенирование по Сенгеру, было обнаружено, что в папиллярном раке частота этих мутаций достаточно высока, 36% была определена, ну это вот в группе португальских, испанских, российских случаев, и была выявлена связь между частотой БИРАФ мутаций с гистологическим типом. Не обнаружено было ноль, частота оказалась в фолликулярном варианте по сравнению с достаточно высокой, 53% в классическом варианте и 75% в орденоподобном варианте. Было сделано такое предположение, что может быть вообще и определяет, есть какая-то связь между гистологическим типом и частотой БИРАФ мутаций, но для того, чтобы дальше это поисследовать, вот совершенно свежая работа турецких авторов, которые уже использовали новую технологию, технологию иммуногистохимии, которую они попытались валидировать данными молекулярно-генетического исследования, для того, чтобы показать, а насколько вообще правомощно использовать иммуногистохимическую технологию. То есть, может ли она заменить молекулярно-генетическую, так она более дешевая, она более, так сказать, быстрая в своем исполнении по сравнению с молекулярно-генетической. И что это первое, так сказать, положительный момент этой статьи, что вот это вот валида... они провели валидационное исследование. И второе, они попытались прокоррелировать наличие мутации БИРАФ, оцененной иммуногистохимическим способом, с вот такими параметрами. Здесь они перечислены. Что они обнаружили? Корреляцию со стадией Т, классическим гистологическим типом, низким методическим индексом с инвазией сосудов, переневральной инвазией, отсутствием капсулы опухоли, экстра-интротиреоидным распространением. Обнаружили корреляцию параметров неблагоприятного прогноза, которым они отнесли регионарные отдаленные метастазы и местные рецидивы опухолевого роста со стадий, классическим гистологическим вариантом, обозвестлением стромы, инвазией лимфатических и кровеносных сосудов, отсутствием капсулы опухоли, экстра-тиреоидным и интер-тиреоидным распространением и положительным хирургическим краем. В группе мутантных, так называемых Бераф+, метастазы и рецидивы были отмечены чаще, чем в группе с диким типом. Но в группе с метастазами и рецидивами папиллярного рака Бераф мутантный оказался лишь в 40%. То есть не все 100% оказались в группе с Бераф+. И ничто они не обнаружили корреляции. С возрастом, по нашим данным, всегда мы как-то принимали находку за истинную, что все-таки Бераф мутантный, он в группе более продвинутого возраста пациентов, нежели у молодых. С полом пациентов, с синхронным метастатическим поражением лимфоузлов, со спонтанным некрозом обозвестлением опухоли, сосудистой капсулярной инвазией, многофокусным ростом, иммуноэкспрессией, маркеров, которые мы обычно приписываем злокачественным новообразованиям. Цитокератин-19, HBM1, галектин-3, пролиферативной активностью, оцененной по маркеру К67. Несколько раньше мы такую же работу провели с коллегами из университета Нагасаки. Мы исследовали 74 случая папиллярного рака, которые распределились 30 с небольшим случаев было рецидивировавших и порядка 40 случаев аналогичного пола возраста, не рецидивировавших, и попытались оценить иммуногистохимическим методом соотношение вот этих вот групп рецидивировавших, не рецидивировавших с наличием или отсутствием метастазов БИРАФ. Опять же, это было сделано иммуногистохимическим методом, результаты опубликованы, по-моему, в третьем номере за прошлый год в архиве патологии представлена эта статья. И была такая находка, подтверждающая, что чаще все-таки вот эта категория БИРАФ плюс, оцененная иммуногистохимическим способом, была у пациентов мужского пола, более старшего возраста, в отличие от результатов, недавно представленных турецкими авторами полученных, продвинутыми клиническими стадиями опухолевого роста, преобладанием сосочкового строения опухолей и более высокой частотой рецидивов или метастазов в послеоперационном периоде. Совпадение статуса БИРАФ в первичных метастатических опухолях было достаточно высоко, и коэффициент корреляции вот представлен здесь на слайде. Причем вот это совпадение, оно подтверждение находит в том, что в 17 из 19 случаев с наличием мутации обнаружено вот это совпадение, достаточно высокое, 89,5, и в 26 из 27 случаев с диким типом БИРАФ. Ну, это, опять же, для разрядки несколько ситуаций, чтобы глаза несколько отдохнули от цифр. Вот типичные признаки, так сказать, классического папиллярного рака первичного и рецидивного, верхняя часть рисунка, и первичного солидно-фолликулярного строения. И вот результаты иммуногистохимического окрашивания, которые при интенсивном диффузном окрашивании с антителами к БИРАФ положительная реакция достаточно очевидна и отрицательна вот в нижнем правом рисунке в солидно-фолликулярного типа строения. Клиника морфологическая характеристика показала, что есть различия между БИРАФ диким типом и группой опухоли с мутациями по полу. Итак, пациенты мужского пола, как видно, вот показаны результаты, чаще в группе БИРАФ мутантный. Возраст отличался. Все-таки пациенты более старшего возраста обладали БИРАФ мутантным. Размеры опухоли не показали такого различия. Стадия ПТНМ в основном по отдаленным метастазам и тут обратная. Зависимость чаще отдаленные результаты показывают были БИРАФ дикого типа с метастазами отдаленными. Но это продолжение. Клиническая стадия, оцененная ПД ГРУД, показала, что связь между клинической стадией и наличие БИРАФ тоже отмечена. Вот вторая и третья и четвертая продвинутые стадии по сравнению с первой и второй показали статистическую значимость. Преобладающий компонент опухоли чаще был сосочковый в группе мутантного БИРАФ. Ну и, наконец, рецидив опухоли тоже отмечен как статистически значимое различие в группе БИРАФ+. Проведен многофакторно-регрессионный анализ, который показал вот такие взаимосвязи здесь и во второй табличке. Мутация БИРАФ оказалась статистически значимым фактором неблагоприятного прогноза в плане рецидива, неблагоприятного и независимого фактора. Ну, дальше проведена многофакторный анализ с пошаговым отметом переменных, так называемая оптимизированная модель пропорциональных рисков, которая показала, что, ну, не совсем значимы различия в продвинутой стадии, но два фактора, которые являются независимыми, это наличие мутации БИРАФ и отсутствие капсулы опухоли, они по-разному, так сказать, но тем не менее могут служить факторами неблагоприятного прогноза, и это оказалось статистически значимым, даже несмотря на объем выполненного хирургического вмешательства. То есть, в общем, это результаты, которые позволяют, ну, по крайней мере, что-то рекомендовать дальнейшее использование БИРАФ с учетом, ну, и вот отдаленных результатов безрецидивной выживаемости, которая проведена по методу Каплан-Майер и показывает, что достаточно значимое различие между вот этими двумя категориями БИРАФ мутантными и БИРАФ дикого типа. Выводы, которые представляются вот на основании наших данных с учетом данных литературы за годы, которые прошли вот с момента начала исследования новообразований, связанных в основном с молекулярно-генетическими исследованиями, в частности, мутацией БИРАФ, это группа с рецидивирующим течением отличается от группы популярного рака без рецидива, более частым сосочковым строением первичной опухоли и наличием очагового компонента из высоких столбчатых клеток со светлой оксифильной цитоплазмы. И вот этот вот очаговый компонент, он значительно ниже того, который представлен в новой международной классификации, как я сказал, в 10% оцененный, в 30% оцененный, мы оцеливаем очаговые от, начиная от 10%. Не обнаружено значимых различий морфологии первичных и рецидивных опухолей, то есть вот те критерии, которые мы могли бы предложить в плане оценки патоморфоза попилярного рака после проведения радиоид-терапии, они не нашли определенного подтверждения, хотя установлено наличие фиброза в таком проценте случаев, которые могли быть связаны с проведением после удаления первичной опухоли радиоид-терапии, но опять же это такое умозрительное заключение, которое не подтверждается данными статистики. Иммуноэкспрессия мутантного берав обнаружена, но немногим более 39% случаев, и высокое соответствие обнаружено берав позитивных, берав негативных, первичных и рецидивных или метастатических опухолей. Установлена связь мутантного статуса берав с более старшим возрастом пациентов и классическим сосочковым гистологическим типом. И, наконец, обнаружены достоверные различия в более высокой частоте иммуноэкспрессии мутантного берав у пациентов с рецидивирующим течением папиллярного рака щитовидной железы. Благодарю за внимание. Это классический папиллярный рак и более того является инкапсулированным вариантом. Но так как, так сказать, на такой не очень оптимистичной ноте не хотелось бы заканчивать, все-таки вот цветение сакуры, наверное, оно более подходящего для такого заключительного слайда. Спасибо. Уважаемые коллеги, может быть, вопросов будут к Александру Юрьевичу. Александр Юрьевич, спасибо большое за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, не отметили ли вы какие-то закономерности в части БИРАФ статуса или каких-то других статусов по отношению папиллярной карциномы, которая является мультифокальной, потому что примерно в 30% случаев мы этот феномен определяем с поражением в одной доле и примерно в 10-12% с двухсторонним поражением. Это первый вопрос. И второй вопрос точно такой же по отношению к папиллярной карциноме онкоцитарный вариант. Выявлены какие-либо были закономерности в этой части? Спасибо. Уважаемый Сергей Леонидович, действительно, относительно многофокусного роста, вот ваши наблюдения, они в принципе имеют право на существование. Другой вопрос. Как отдифференцировать многофокальный рост от внутрижелезистого распространения? Вот это, по-моему, главный сдерживающий фактор, который позволяет усомниться или наоборот предвосхитить какое-то обнаружение вот этой взаимосвязи? То есть у меня на этот вопрос на самом деле ответа нет, потому что всегда сдерживает вот этот фактор, как отличить многофокусный рост от внутрижелезистой диссеминации. И это, наверное, изначальное разделение на эти категории не дает возможности оценить. А то, что касается оксифильно-клеточных опухолей, это действительно отмеченный и папиллярный рак, я думаю, что совершенно справедливо оставлен в категории вот этих вариантов, а не вынесен отдельно, как в случаях гертлеклеточных опухолей в категории гертлеклеточных аденом и карцином, которые раньше мы считали гертлеклеточными или оксифильно-клеточными аденомами, либо фолликулярными раками из оксифильных клеток. Папиллярный рак у нас ставлен как онкоцитарный вариант. И еще есть разновидность его ордена, подобный тип попилярного рака, они действительно обладают очень высоким процентом бераф-мутаций. Поэтому на второй вопрос положительная корреляция такая есть, и она достаточно уже большой стаж имеет. Когда в 2004 году мы посмотрели на большом спектре новообразования из разных стран, это в основном Португалия, я привез свои случаи Испании, посмотрели, когда даже, по-моему, какую-то там часть из Бразилии была представлена этих новообразований попилярных, и показали, что действительно оксифильно-клеточный тип попилярной карциномы обладает статистически значимой более высокой частотой бераф-мутаций. Это так. Ну, если можно, продолжение вопроса, потому что, услышав некий скепсис в отношении онкоцитарных опухолей, считаете ли Вы правомерным выделение в новой классификации гертли-клеточных опухолей в качестве отдельной нозологической единицы, а не рассмотрение их, как это было раньше, в рамках фолликулярных неоплазий? Я думаю, что это сделано справедливо, но с одной поправкой. Вот новая, или как сказать, четвертый пересмотр классификации новообразований эндокринных органов, в том числе и рака щитовидной железы, куда относят вот эти гертли-клеточные новообразования, они очень большой крен сделан на молекулярно-генетический тип. Вот если учитывать молекулярно-генетические изменения, которые вот в этих выделенных гертли-клеточных аденомах и гертли-клеточных карциномах, то это сделано совершенно справедливо. Если же не брать во внимание, ну вот мы работаем, например, предположим, без учета данных бераф на категории, например, гертли-клеточных новообразований, то здесь, в общем, этот смысл теряется, потому что не занимаясь молекулярно-генетическими какими-то технологиями, установить вот правомощность выделения достаточно сложно. Если же сюда подключать молекулярную генетику, то это сделано справедливо, потому что там есть определенные различия между папиллярным анкоцитарным вариантом или ортиноподобным вариантом и гертли-клеточными новообразованиями аденомами и карциномами. Думаю, только в разрезе вот корреляций с молекулярной генетикой это справедливо. Здравствуйте, 62-я онкологическая больница города Москвы. Большое спасибо за доклад, очень интересно, и это один из докладов, на который я ехала специально. И у меня есть вопрос. Вот в вашем исследовании вы учитывали наличие положительных хирургических краев резекции R1 в опухолях с анкоцитарной морфологией, такие как Толсел вариант, потому что на нашем опыте, на нашем материале мы заметили о том, что очень часто эти опухоли обладают агрессивным характером роста и рецидивы, возможно, связанные с тем, что имеются положительные краев резекции. Спасибо, что вы приехали из 62-й больницы. На нашей территории, наверное, было бы встретиться несколько поближе. Но, тем не менее, действительно, ваше замечание абсолютно справедливо. Хирургический край учитывается не во всех учреждениях. Значит, мы не изучали прицельно взаимосвязь хирургического края высококлеточного типа папиллярной карциномы и отдаленных результатов. Не изучали. Вот я не случайно включил, казалось бы, ну а почему вот эта вот статья иммуногистохимическая авторов из Турции вызвала такой интерес? Потому что там прозвучал хирургически позитивный край. И они нашли или не нашли там каких-то взаимоотношений. Я полагаю, что, наверное, этот фактор необходимо учитывать. То есть не все патологоанатомы озадачены тем, чтобы хирургический край пометить, а потом его учесть во своем ответе. Я, честно говоря, получаю на консультацию препараты, в которых никакой хирургический край не помечен. Соответственно, ни в каких заключениях хирургический край не фигурирует. И более того, скажу, даже в федеральных центрах такого высокого уровня, не сказав слово, национальных центрах, не везде учитывается хирургический край, но по определенным соображениям. Потому что, а какова будет дальнейшая тактика хирурга, если патологоанатом напишет, что в пределах пораженных тканей произведен удаление папиллярной карциномы щитовидной железы. Понятно, что высококлеточный папиллярный вариант, он, наверное, сам как фактор прогностический может оказать влияние на дальнейшую какую-то тактику хирургическую. То есть в плане более агрессивных методов воздействия, проведения радиотерапии и так далее. А вот наличие положительного хирургического края в этом отношении, я боюсь, что может привнести некоторую сумятицу в дальнейшей тактике. Знаю, что хирурги некоторые жалуются на то, что вот указали положительный хирургический край, а что нам делать? А как ваши хирурги поступают, если вы отвечаете положительный хирургический край? У нас с ними полный консенсус, они очень хорошо. Они, на самом деле, благодарны нам за это, потому что они назначают более агрессивную терапию таких пациентов. Но вот не зря мы определяем, наверное, статус эбираф, у нас тоже как бы к этому подходим. И пациенты, которые у нас с положительным статусом эбираф и высококлеточным компонентом опухоли Толсел более 30%, мы также стараемся отражать это в нашем заключении. Известно, что он устойчив к радиотерапии по своим биологическим функциям. Таким пациентам по результатам консенсуса, как бы, встаем на такой путь, назначаем эбираф-ингибиторы. Это, мне кажется, выход для таких пациентов, учитывая, что у них эта опухоль, она, ну, как бы, имеет тенденцию к прогрессивному и агрессивному росту. Понятно, я эту информацию буду использовать в общении со докторами, которые присылают материалы и получают ответы положительный хирургический край. Продолжение следует...